Власть должна быть открытой, слушать и слышать людей, вести диалог с теми, кого непосредственно касается решения важных вопросов. Действуя согласно этим принципам, руководители администрации городского округа провели публичные слушания жителями дома номер 2 по улице Дворстачки 1885 года по вопросу строительства торгового центра. Слово нашему корреспонденту Александре Прокопенко. Впервые публичные слушания было решено проводить на улице. Новый формат обсуждений городских проектов создан с целью привлечь большее количество людей, которых строительство торгового центра касается в первую очередь. Решать судьбу здания по улице Дворстачки 6 собрались жители окрестных домов, депутаты Совета депутатов, представители администрации и предприниматели, инициирующие строительство объекта. Заказали проектной организации, проект благоустройства не только этого здания, а всей прилегающей территории. Где-то в районе 2,5 гектаров. Полтора гектара земли будет заасфальтировано, приведено в порядок. Будут прокладываться новые коммуникации, то есть вот эта воздушка утапливается в землю, она будет под землей, новые трубы пластиковые на подачу вам в эти дома. Многих беспокоил вопрос увеличения потока машин и шума от них. Предприниматели ответили, что для изоляции шума они построят специальные экраны, а грозовые автомобили будут заезжать с улицы Волково. Также прозвучал вопрос, касающийся сокращения территории, принадлежащей дому. Для того, чтобы построить торговый центр, есть норматив, что на каждые 100 квадратных метров торговых площадей должно быть 5-7 парковочных мест. Даже при минимуме, которое сегодня в проекте представлено, учитывается 5 парковочных мест на собственной территории, предполагаемому застройщику, этого места не хватит. Поэтому сегодня выносится вопрос, для этого будет нужна еще дополнительная муниципальная территория с одной стороны дома, с другой стороны дома. Сегодня люди высказались в массе своей против. Все пожелания горожан сотрудники управления архитектуры соберут в единый протокол публичных слушаний, который должен подтвердить совет жителей.